Всех приветствую! На столе лежит огромное количество разных зарядок, которые могут поместиться в одном блоке, собранный за пару вечеров. Его удобно брать как в гараж, на дачу, малый вес, малые габариты его, очень удобно. И заряжать с помощью его, начиная от мизинчиковых батареек и заканчивая от автомобиля аккумулятором. Сразу хочу посоветовать распечатать таблицу вольттамперных характеристик и наклеить куда-то сбоку или сверху на этот блок, типа такой таблички, как на экране. Это для того, чтобы правильно заряжать. От этого зависит срок службы аккумуляторов. А теперь приступим к испытаниям. Включаем. Самое простейшее, это подзарядка сотового телефона. Зарядка идет, ток заряда показывает. Аналогично планшет. У планшета емкость больше, ток заряда выше. Показывает 1 ампер. У просадки по напряжению нет. 5 вольт подачи напряжения. Из этого же типа зарядка. Аккумулятор 18650. Как видим, тоже просадки по напряжению нет. Зарядка происходит током 1 ампер. Теперь зарядим сразу сборку 6 батареек. 6 батареек. Это нам надо подать 22 вольта. Так, крутим. Выставляем 22 вольта. Подключаем. Так, как видим, зарядка пошла. Током 1 ампер. Это вполне достаточно, чтобы не грелись аккумуляторы. По окончанию зарядки ток упадет до нуля. Так, убираем. Зарядка, значит, фонариков. Фонарики стоят литиевые аккумуляторы. Эти фонарики были переделаны, так как слабые стояли там аккумуляторы. И хватало ненадолго заряда. Поставил литий ионный аккумулятор емкостью 3 ампер часа. Светит хорошо, ярко. Даже ярче, чем в заводском исполнении. Уставляем. Так, вот здесь вот 4, 22. 4, 22. Так, все-таки. Сначала отрегулируем, проверим ограничение потока. Проверяется это вот, замыкаем между собой, плюс-минус и выставляем требуемый нам ток. Больше 1 ампера, даже вот ровно 1 ампер поставим, это будет достаточно. Так, ну подключаем, видим, 0,5 ампера идет зарядка, ограничение тока не работает, потому что аккумулятор почти заряжен, при полной зарядке ток упадет до нуля. Так, вот второй, который я использую в гараже часто. Это тоже куплен в магазине. Аккумулятор быстро вышел из строя. Из-за некачественной зарядки, которая внутри была, эту плату я удалил, поставил просто 2 аккумулятора емкостью 3 ампер часа. Светит ярко, хватает надолго, поменял светодиоды, заводские стояли 0,5 ватт, 6 штук, сейчас стоят 5 светодиодов по 3 ватта. Светит очень хорошо, вот видите, аккумулятор разряжен, заряжает полным током 1,2 ампер. Так, выключаем, смотрим, как светит, светит, видите, очень хорошо, ярко. Это тоже за один вечер собранный фонарик. Далее, сможем ли мы зарядить аккумулятор от шуруповерта? Шуруповерт 18-ти вольтовый, зарядка, полная зарядка аккумулятора, делаем напряжением 21 вольт. Ток, тоже желательно больше 1 ампера не давать. Так, выставляем 21 ампер, 21 вольт, оговорился. Включаем, полярность смотрим, полярность подписана обычно, плюс здесь. Так, что-то перепутал, сработала защита от короткого замыкания. А, все, не на ту розетку, вот видите, ошибся. Ничего страшного, хоть ошибся. Так, сразу вот это лучше убрать. Да, что такое? Опять ошибся, да что ты будешь делать? Сто машина, нет? Нет, 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 опять полюсовку. Что-то на камеру. Так, плюс с этой стороны. Маленько неудобно с этими магнитами. Ну вот видите, зарядка пошла. Все прекрасно заряжается. Можем зарядить и такой аккумулятор. Сторон откладываем. Небольшой аккумулятор. 7 ампер часов. Ну это типа вот как для мотоциклов. Так, плюс, ставим, минус ставим 12 вольт. Выставляем 12 вольт. Регулировки очень плавные. Добавляем 13,2. Полностью заряженный аккумулятор. Будет 13,2 вольта. Так, ну ладно. Это он прекрасно справляется с такими аккумуляторами. Так, ну вот Powerbank 12,6 вольт у меня. Сейчас он 12,3. Практически у меня дома все заряжено. 12,3. Ставим 12,6. Это максимально, которое нужно напряжение при полной зарядке. Включаем. Видите. Прекрасно идет зарядка Powerbank 12,6. Вот тут тоже. Индикатор показывает 12,6. Так. Ну давайте попробуем, как он работает в качестве драйвера для светодиодов. Здесь стоит светодиод, по-моему, на 30 ватт. И питание на него подается 32 вольта. Выставляем на нашей сборке 24 вольта. С 24 вольт у него идет розжиг. Так, подключили. Начинаем подкручивать. Вот видите. Светодиод стал разгораться. Ровно точно 34 вольта. Выставил. Потребляет 0,8 ампера. При этом светодиод довольно-таки ярко горит. Светодиод дешевый. Поэтому и качество такое же соответственно. На этом все у меня. Если кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии под видео. Обязательно всем отвечу. Всем пока.